Начинаем некий курс практических детских партнеров, укрепляя те, кто еще мог бы увидеть, по схеме, если не по-другому, и подбираем детские партии для разных товарищей, потому что там определенные моменты, и должны сосредоточиться в наш дом. В результате здесь будут ученики и те общие принципы, что утром лучше не нагружаться, как следует общая сердечность, сосудистую систему, и так далее. И также придется пройти спонтитально, придется пройти по времени, когда и при таких обстоятельствах можно делать то или иное. И также будет подсказано, темы для граждан, что в первую очередь желательно сделать того-то и другого подекту нашего, так скажем, движения лучшей жизни. Сразу я говорю, что такие вещи, как железная рубаха, ядовитая рука, пресечение боя и прочее, это не школы, это не искусство, это составные части той или иной школы или того или иной школы. и хуже. Вот. Когда вы работаете с теми иными навыками, у вас зависимость от философии вашей школы, от мировоззрения, от каких-то их составляющих, от техники и так далее, зависит и качество, и технология, то есть системы, по которым вы занимаетесь. От сих пор железных рубах были и другие. Вы можете сказать, и самое разнообразное, подскобы и так далее, и так далее, и так далее, хитр заключается в том, что необходимо работать по какой-то методике, чтобы что-то достичь. Что касается раннего удовольствия, шума, то есть здесь железная рубаха, обязательно предмет изучения, и предназначено вовсе нефтевое время и поддержание здоровья. И образ железной рубаха, непосредственно подразумевает под собой рубаху против болезней, рубаху против эмоций, и, в последнюю очередь, рубаху против ударов, и так далее, и так далее. При этом, в коинском плане, рубаха будет включать в себя А. Обязательно разведеть чувственности, чувствительности, для того, чтобы восстанавливать поврежденные достичь. Достичь цель, или латый цель, как еще можно перевести на русский цель, правильное название непосредственно системы, которой будем заниматься. потому, что железная рубаха, в принципе, очень любит на китайском названии. Вот точно так же, как в саншуле, общепринятое, это яйцо наступит мяча, то есть, более глубокая система, поддерживающая равновесие его человеком, и вселенными, другим человеком, в том числе. Сам человек это яйцо, его трудно удержать непосредственно наступит мяча, мы не знаем, что творится в конце, но будет еще сложнее процесс, чем у него нет удержания нечего, а не в случае плохого, держится на первом своем и усилии. Итак, первым шагом международным вашим условиям является различного рода ментальной техники для прохождения некой информации внутренней нашего тела. техники построены на ощущениях на дыхательных практиках, и массажные техники как первый шаг, позволяющий начать для тела. И первое решение для вас, как упражнение некое, это создание внутреннего облака, смысл которого заключается в том, что я воспитываю в себе ощущение наполненности энергии на основе тех упражнений, которые знают большинство у вас. Итак, я конспективно сразу отпускаю целый ряд практики техники, просто упоминая вид, кто уже стал христианин, как сможете сделать и без меня. То есть, от Александра Николаевича открыть запыль неравность него, большинство из вас знает эти вещи. Большинство из вас наверняка открывало и закрывало средневную линию, увеличивая чужденность своими линиями. Если нет, то, значит, соответственно, это попросит среди за решение, если не знает, что это такое. Далее, большинство из вас знает, что такое полук. Верхний полук, нижний. Связанный с ним национальные центры. А также упражнения невозможные и различные вещания, в том числе в руках, в ножках и так далее, и так далее. Вот эти интальные вещи внутри, когда запускают библиники разные и так далее, и так далее. и так далее. На сайте я куплю несколько упражнений, которые также будут, как составляющей частью сегодняшнего подготовки, в частности, создание фронтанцев хранения. Тогда, когда фронтанцев хранения со смещением на 5-7% профессора, за счет восстановления равновесия, мы запускаем вот эту профессорную штуку. И вот эта штука у нас активизирует энергию. И она начинает распространяться от нас, как первый вход в ощущение живой верхних нет контакта с высокой фронтанцев. И вот на основе этой штуки первая причинная вибрация, создающая внутренние воды, как развитие. это вот эти мелкие движения, которые делают потенциал. Создание спирали идет за счет потенциал. А вот за счет вот такого движения есть. Когда у меня участвуют и верхняя часть тела, и что самое главное, нижняя часть тела, то есть нижний, средний, яркий отец, как самые основные части движения. И вот это вот, мягко говоря, замена счастья во сути женщины, если возражать прошлые шутки, именно серьезные природы. Более того, я хочу это чуть правее активизировать эту линию через подогон активизировать подогон через голову. Еще подогон активизировать подогон последствия предупреждения шеи и прочее, прочее, основные массы уже не запустить шеи, повышать определенные зоны, промассировать и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас идет речь об общем состоянии облака, а именно запуск энергии. Вот сейчас я запустил внутреннюю эпергию, которая посредкусием наполняет меня. Попробуйте поделать это упражнение несколько раз поделать, и посмотрите, какой эффект оно очень дает прям отлично, отлично, получилась великолепно, хорошо. Во-первых, влюбил зуб. Во-вторых, влюбил эффект похода, если вы лишними, старайся. Вот напарник у меня уже достаточно. сядь, 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 влюбил и идти немножко мелко мелко хорошо, 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 и в том числе прямо, прямо, прямо вот это отлично. Так, пробуешь стоп, видите, характер отношения, раз мы прижали, уже не пошла нервную часть, я просто специально напоминаю, что мы управляем тут каждого какие-то моменты. Смотрите, вот оно идет, т-ты-ты-ты, то есть голова, продолжение столба, как только вы сделали, вот дай, вот дай, вот дай, чтобы ушла, не поднялась, поэтому чуть поджать себя вот здесь, вот здесь поджирает, немножко, да, и так как топорем работать, да, уже лучше, чуть-чуть топором нужно, все, и вот здесь закидывай, ты глазки сделай, уже лучше, да, 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 почувствуй разницу, да, так, некоторые зайки прыгают на месте, но не выполняют этого наследства, деливателем движения, да, очень хорошо. не хватает, даже вот этого раскачивания, понимаете, вот, 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 например, свежую оборудовку, давайте убрать сюда, чтобы вы очень будете узнеки, Благодарю за здоровье, я вам благодарю за здоровье, цифру, замечу. А вот теперь, когда у меня уже вот эта штука прошла, и прочее, прочее, я вам выполняю метро-модифицированные упражнения усталого старика. Дело в том, что усталый старик, сам по себе, является просто лечебным упражнением, которое даже практически не будет никуда в какие-то сложные контексты, но само по себе восхитительно, и как первое знакомство с сыном, и как первая вещь, которая позволяет вам сходиться здоровьем, наполнять свой организм, приятным режимом, и так далее, и так далее. Каждое упражнение может многократно возражаться за счет представлений, и более того, впоследствии, я могу вообще отказаться вдыханием и проводить только долгие метки. То есть, только представление я. Более того, и в представлении я могу представлять и те потоки, которые определены своими конфигурациями, то есть, цветом, цветом, объемом, и консистенцией совершенными. Цвета, света, волосы могут сменять друг друга, и так далее, и так далее, и поэтому по бесконечности я могу усложнять упражнения спящего старика. Однако, по-настоящему эффект, в некоторых формах подготовки к железной рубахи, в том числе, через состояние внутреннего облака, оно проводит тогда, когда совещаются другие упражнения. В частности, с дыханием детей, дыханием корни, что описано, опять же, на сайтах. Дыхание литвы выполняется после активизации развития литвы, после снятия психологических проблем, и так далее, и так далее, через область пальчиков. подходит и вдох, и так как он идет сверху, и опять на спину, опять в те же места, куда приходит и обычное дыхание, он полностью по траектории, за исключением начала, совпадает с движением и по первичному базовому упражнению основной степени. А вот то, что идет под коры, оно идет снизу, и поэтому прямо наоборот входит в тот же объем. если вы помните, используем объем на ширинную ладошку, и распространяем его дальше на тело. Где бы этот объем дальше находился, в него входят все три потока. И это немножко напоминает проработку церкви по своей сумке, потому что каждый из этих потоков носит либо вода, либо воздух, либо огонь. и вот сейчас давайте попробуем разобраться, какой элемент что несет. Ветви, горни и мозги, какой элемент в данном из трех было перечислено и будет смотря. Так точно. Молодец, очень хорошо. Воздух через нос, и соответственно вода, через море. Совершенно нет. Потому что какой бы поставить, это была земля, где-то воздух, и так далее. То есть, я вишний раз хочу обновить, что нет приказ к, так скажем, частям тела, или еще что-то, постоянное, или какой-то ситуации. каждый раз из логического развития самоуправленной ситуации возникает классификация я. Потому что, если бы я начал вдыхать, представляя огненный воздух, а то есть само пламя, и выдыхать лёг, то огнём не оставили в воздухе, это пара приводить в воздух. Если бы был исключён элемент воды, и стало бы так положено входить не от земля, так далее, и так далее, то есть я упомнял упражнение на напряжение, то тогда бы элементы приводились из воды в землю или в камеру. Благодарю Вы Бог и Мальчаки. Но дальше можно. Я представляю две половинки своего роскошного, хорошо наполненного тела, как две самостоятельные части, два сосуда. При этом эти два сосуда у меня первоначально берут левое и правое тело, готовое под управление энергией с помощью сдалека, без затрагивания головы. вдох идет сразу во всю половину тела левую и правую, наполняем до конца цели. ум. Как на павказе знак вдохновения двоих целей утром. Дальше я могу дополнительно посетить руки, родные и так далее, но это уже лирика. Первоначально я рассчитаю вопротить состояние внутреннего облака в центральной части, наиболее живущей части. бесконечности мне, ведь человеку все отдельно не помогло. Дальше я могу дополнить дыхание корней и дыхание ветвей, так далее, на них воздействовать тоже не будут, потому что от них пойдет один а сам категор формирования железного двоих начальных здесь. конечно с никуда не ждут, мы так или иначе вернемся к нему. Совместив дыхание этих трех видов, в двух половинках я получаю ощущение, после того, как замерлась вот этой серединкой, некой наполненности, когда я четко чувствую все свое тело. И дальше выполняется, если упражнение выполнялось всегда, некая раскачка тела, которая позволяет мне почувствовать перетекание нервы из части тела в часть тела, при аморфном не торопливом хаотичном движении. Другими словами, это некая структура, которая перемещается в воздухе, абсолютно разумно добиваясь некого расслабления внутри. Это абсолютное расслабление, возможно, только переживание, когда неопискуемо с одной стороны, но сейчас я могу достаточно расширить. движение во все стороны, одновременно движение может поднижаться, подниматься, а скопить медленно нанесет ветру куда-то, полчаса девушка движения пошла чуть дальше. Опустилась вниз, стекло в животик, приподнялась вверх, пошла вплечи, опустилась опять куда-то, перетекло самостоятельно вниз, вверх. Пока на неканоне, повторяю это, я канон, эконом, то, что существует алиф. Пока на неканоне, у нас экономический уровень, у нас 15 заблок. здесь чувство надо выполнить, на верхней церкви, немного вибрации. Как правильно, при занятии внутренней органа, облаком дается вибрация на основные натяги, которые показывают именно вот эту вибрационную частоту. вибрацию у меня есть парчет, так скажем, нестабление этого, которые здесь в первой вибрации. У кого нет вибрации, вибрации вибрации и вибрации и отливаете и почувствуете это добивание и прочее донтяние. Дальше. Когда мы прочувствовали эти вещи, у нас может быть перетекание нет как бы субстанции и счастье организма в часть. Тогда я привлекаю движение нервной. Движение нервной я при центральной части поднимаю вверх, как бы и вверх, и пускаю ее в руку. Теперь из руки в другую она перетекла. Из левой руки в правую ногу. Из правой ноги в левую ногу. Это более простые движения, чтобы из левой ноги в левую умение прочувствовать более полно. оно менее привычное для ноги, чем перетекание из стороны в сторону. Поэтому можно перетекать и по той же стороне, и по той же стороне, по диагонали. вот здесь мы начинаем прекрасно чувствовать элементы внутреннего облака. Итак, оп, и впереди в ногу. Оп, и впереди в ногу. Оп, и еще куда-то. С этими простейшими упражнениями, однако, приходит к нам опыт оздоровления, обложения тела, поддерживания, состояния, молодости, ощущения, приятного. Все упражнения давно должны выполняться с определенной долей головного негравания. то есть сексуальная негравания включает в себя некий по-своему отношению изменений. То есть вот это ощущение типа лука, Вот эта вибрация должна перспективно перейти во всех упражнениях. Даже когда слабенькие, маленькие, незаметные облака, облака. оC облака. Как лох нужно gruesome непростnd Вибрация в крови, после лечника он поток в богу богат отлично а вот теперь подходим к следующему этапу. Следующий этап это уже Это ощущение вот этого облака, когда оно идет немножко от нас, этим посылом. А где-то вот это очень крути, крути, больно, шаг перед зверхом, шаг назад человек. Вот эти штучки, они у нас там мянец. А это означает, что если вы, как следует, нигде надлечения не закрепляли, то что пора вашему индивидуальной комплексу включить эти моменты, чтобы себя достать от них на конкретное место. Если добрый человек встать, с ним лукой готовы, равномерности, равномерности, соответственно. То есть мы научились не верить, не верить, не верить, не слабо, и оборудовать. Да, 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 да. Мы знаем, что где-либо было правильно, да, на заботе социологии, не заботиться. Итак, следующий момент, это уже подход к этому, к этому, к этому, как методирабские эммонации. А для этого, ты должен знать, что такое веры, не пол-эмоциональный, эмоциональный церковь, обращающий внимание на земные лица, которые как раз находятся в предмещении. Далее, такая же применительность, чувственная, а также генерация той чувственного сгиблии, той чувственного сгиблия, той эмоциональной сгиблии, той эмоциональной сгиблии. То есть, то эмоции, то чувственные. То комбинации любой, здесь закрыто, здесь открыто, здесь открыто, здесь открыто, везде открыто, везде закрыто. Именно через вот эти четверочные, двоечные, восьмерочные, конечно, 64 проходила классификация подобных упражнений. Поэтому и перемещение, и после того, как вы освоили посыл, например, «Я тебя люблю», открытый руч, или «Правда, я хочу что-то», и так далее, и так далее, да? Но с полной эмоцией отдачи, консортисты, и так далее, и так далее. «Я тебя ненавижу», но с полным открытым переговором, который прямо показывает, что наоборот, да? И всякие другие комбинации вот этих вещей, что позволяет науцу вовремя войти в контекст общения другим человеком волноценно общения с ним. То есть так, как мы говорим, коварно, вероломно, искренне, чувственно и совсем другой палитры переживания. А не тогда, когда с деревянной эмоцией приходят в учебу. Не давая никаких сигналов об этом. Никогда и никому. Да-да-да-да. Разве что, без того, без корча в крови. Вот, и так далее, и так далее. Но, при этом, получается следующая вещь. Когда мы начинаем подходить к тому, что вот в этой эманации эмоций или еще что-то, мы начинаем поддерживать нашим внутренним фоном радости и окрашивание радости, грусти, ненависти и еще чего-то. Но все равно на входе вот этой приятной циклальной радости. Которая идет как палитра, как белый лист бумаги, на котором потом будет нарисован ужас киросинку. Или что-то еще, да? То есть, вот эту вот штуку очень важно понять. Что краски, да, воск, мировоззнание, 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 они пусто перемешаны зачастую. И нужно брать именно в нужный момент. Потому что со мной это уже радость. А там внутри же струкость и ужасы, все-таки есть неперенешно, да? Но за фронт и мировоззнание. Да, не госпопротивный. Потому что никто вас так больше не поместит. Вот. Значит, вот эти вот формы. Примеры. Или же принятие, принятие там какого-то человека. Такая и такая. Точно такое же примещение энергии, как было по конечностям, после подобных упражнений, переходит на области, составляющие тело человека по четырем направлениям спереди и сзади. То есть, это правое и лепое становление, подверженное эмоциям. То же самое нижнее. И то же самое сзади. Все эти вещи могут открываться и заливаться с помощью кауков. А также переходить энергия может уже без открытия и закрытия с помощью кауков, а именно свободным перетеканием. Например, много перетекло от первой части на заднюю. Или с правой на левую. Или с левой на нижнюю. Там с заднюю. И так далее, и так далее, и так далее. Короче, взяли, формировали восемь кубиков. И научились перетекать в никакой комбинации с любым кубиком. Каждый кубик. Но самое важное начинается в этом упражнении тогда, когда два кубика начинают перетекать чуть ли не друг друга, а то и в какое-то третье одновременно. И у нас идет раскрыкание двух, или трех, или четырех посылов. Он четырех с беспобудением делает. Но энергетическая палитра четырех посылов и комбинации с ними связанные дает элитическое. Великолепное это желание, которое вы узнаете, когда на этот момент. И так далее, весь путь на осваивание дневною сказанным. Слева и справа. Потом перейдем на более крупные упражнения с мячами, с дыханиями, с дыханием, в том числе построенном на полоте, на сопротивлении духом, на сопротивлении выдахов и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот перетекание вот из этих полчастей. И так далее, и так далее, и так далее. Продолжение следует... 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 вы говорите? Совершенно иное отношение к нуждельцу. А как раз, как раз вы, как положено, да? Лизнь запрограданного, отходить ее в ношу, неженого, да? Совершенно немного запрограданного масла. Понимаете? Отправляем эту гадость в рот, на которую его есть. Кушать другое, соответственно, да? То есть, вот это вот ваши вещи, как раз, вот это, вот, вот это. Веселый, Велик, на прогулку. Спасибо, Велик, очень бежит, потому что вам так весело с нами. Вот, 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 да. Мобка лифта, соответственно, да? Лифт опоздал. Мобка лифта, не смеется, да? Да, да, да. Есть ли? Зажал на ногами и закрыл. Копируй? Элегант, все движениями, короткий пах. Не нарушая путанили литрования, спокойствия. Встреча в фамилии, и так далее. То есть вот у вас все с вами. Вот это ощущение, действительно, если вы сохраните это до дома, донесете, не дай Бог, по-другому, начинайте, если это вообще-то есть. А теперь, пока у нас еще 10 очаровательных мячиков, и они еще относительно целы, мы можем использовать первый шаг, так скажем, будущего движения тела с будущим мячиком. Надеюсь, вы уже выполняли потом это упражнение, да, немножечко прокатывается где-то, еще какую-то часть вот обработку мячиками делали. Вы делали еще на животике, да? А? То есть на животике, да? Отлично. Сейчас мы продолжим еще одну употребляющую форму, а именно. Я хочу, чтобы вы можете посмотреть на вас, как каждый из вас сделает простое упражнение прокатывания у позвоночника, вот под шестой высокого шейного позвонка, вот этого очаровательного примера, названия мяч и ноги. Прошу, прошу, урага, крица на него, а это некая с вами за носом головки, некая еще каких-то уголовок. Прошу, прошу, урага. Начинаем с шестой высокого шейного позвонка и прошу, урага. Так, первая ошибка у граждан, это попытка поднять полу, посмотрите, что тут делается. Голова должна быть в положении кулыща, только тогда вам оценно выполняется упражнение прокатывания у позвоночника. Прокатывшись у вас очень, очень качественная задача. Управление и обряды, что с позвоночником. Прокатывшись дальше, управление не поднимаем голову. Кри stance. Прокатывшись дальше, увидел его в бетлинии. Прокатывшись дальше, увидел его в бетлинии. В бетлинии, посмотреть, что непонятно будет в бетлинии. В бетлинии. В бетлинии. Как раз, когда-то ведет мяча, надо несколько методов на сквинге. И, важно, ведет. Да, печально, как раз. А, в банк-то-то. Продолжение следует... 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 Отлично, отлично, посмотрите, где есть объекты, где мы могли видеть непонятного балета. Перешли на боковые части, на оборудование. Попробовали четко прочувствовать все-все-все детские центры, которые это показывается. И так... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожалipped на наш канал! Добро п ACE! Добро пожаловать на наш канал! после чего медленно отпускаем снова входим таким же образом до появления пульса далее до появления более, уже чуть быстрее, с легкой остановкой вот она появилась и на линии боли делаем вибрационные стороны со смещением движения вверх, вниз, стороны, до 45 градусов как бы отходя от центральной части все тем уже слизываются медленно отпускаем что вы испытаете сейчас от этого ощущения? отказывается расходится в глубине, тело плохо это для подготовки воздействия на бутаниона а вот теперь мы выполним еще одно действие клиент как бы начнет вдыхать, совсем по чуть-чуть вдыхая и выталкивает мои пальцы из себя и начнет уступать с самого крайнего положения я снова приду пальцы в ту же форму в ту же точку и вдохом сопротивления вот этим внутренним облаком направлением создачься на то что вытесняли мои пальчики и прочее дошел до пульса четко появился вытеснила хорошо теперь я дошел до пульса и глубже вытеснила вдыхая и вытеснила и вытеснила 5 плюс за 5 и обиды и подправили таких циклов 5-6 активизация этих воздействий внутренних умных попробовали выполнить их спасибо и вытеснил пальчики по верхнюку линьи ратики хlest�� ну Constitution Пожалуйста, не подвлекайте, как коррекционное мосикомое. Медленно отправить гастанку, нужно поднять. Нож, который подходит в сухую ногу. Ты начнешь еще не совсем забыл сказать. Итак, воздействие на проявление гастанья, серединка между очевидным отростком, производится для стимуляции внутренних органов перед воздействием на них. То есть это мелкая настройка всего организма на паникуляцию с углостью достаточной интеллектой человека. Первоначальное давление тремя пальцами проводится до появления пульса. Далее короткая остановка. И далее углубляется до появления легкой боли, которая специализирует обрабатывание. Удерживая некоторое время толпите двух кругов на глубине этой боли пальцы, вы постепенно убираете, делая остановку на глубине прекращения пульса. И далее снимаем руку с товарища. Дальнейшее воздействие включается вибрацию на глубине боли. Точно такой же живот. И мы вибрируем, смещаясь по восьми направления буквально на два-три суммя в каждую сторону, не больше. Вибрируя в центре этой точки на глубине боли, на этот момент легкой смещаемся в разные стороны, то вверх и другие с той стороны, что дает импульс соответствующем направлении. После этого мы обращаемся к серединке, продолжаем легко гибрировать. И аккуратненько уводим руку с легкой вибрацией до положения пульса. И далее еще с легкой вибрацией поглаживаем наверх. И, наконец, вытеснение руки. Мы вводим пульса, начинается вытеснение руки волевым усилием, вдохом и посылом вот этого внутреннего оплата, мотации соответствующей, когда и тогда, и тогда его вытеснение руки. Снова вводим глубже до боли и снова вытесняется плотностью руками. Точно такая же манипуляция проделывается из точки на двадцатую сторону от спутка. Выполняется она даже вот таким образом. Практически вот шириной пальцев, прям вот такой кортик в руках. Вы засовываете туда, и это точно тоже попадает на двадцатую сторону. Но все будет достаточно глубоко. Первоначально на том состояние, когда вы чувствуете ответный пульс, хотя он отдаленный. Далее до состояния боли. Если пусть по какое-то причине вы не почувствуете, то то состояние боли или до максимального пригорода может извлечь данного человека. Это для симуляции мышечного локация. Если первая для симуляции внутренних ходов, практически мы воздействуем частично и даже угодно, в том числе через эту точку. То вторая золотая яма для симуляции всех мышц. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Встать насчет вибрации. Я представляю тренажер вибрации Герочку-Парфилю науку. Вот к ней, кто не чувствовал на себе вибрации, по поводу большинства чувствовали, то есть, видите, как опросу клинических, потому что вот именно должного, достаточно мелкого и внушного такого воздействия, когда мы даем то, что нужно ответ на зачатку. Встать насчет вас. Встать насчет вас. Встать насчет вас. Встать насчет вас. Возьмите камеру, возьмите камеру, возьмите камеру. Продолжение следует... 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 Добро пожаловать на наш канал! Спасибо. 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 Спасибо.